здравствуйте уважаемые предприниматели здравствуйте участники вебинара дорогие друзья сегодня у нас будет тема вся правда о программах лояльности и как компании забуждаются и у них нет программы лояльности то есть будем учиться и изучать тему того как правильно удерживать клиентов и в том числе строить стратегии по возвращению клиентов в действительности как показывает практика многие предприниматели немного заблуждаются о том то что они называют в своем бизнесе программы лояльности действительно таковой не является и как раз эту тему мы будем сегодня обсуждать меня зовут айрат я директор по развитию ютс чем же мы занимаемся мы не занимаемся тем что мы как разработчики эти разработчики разрабатываем различные инструменты для работы с клиентами это и программа лояльности интернет-магазины и там и платформа для кросс-маркетинга и так далее то есть множество инструментов которые помогают бизнесу увеличивать прибыль увеличивать чистую прибыль второе мы занимаемся тем что эти инструменты внедряем то есть занимаемся консалтингом бизнеса то что мы сопровождаем бизнес и помогаем правильно внедрить эти инструменты чтобы они приносили максимально эффект и этим мы занимаемся уже более семи лет поэтому в этом вебинаре мы бы хотели с вами поделиться частью своих компетенций с частью своих знаний именно в теме программа лояльности программа лояльности это такой такая фундаментальная тема потому что прежде чем активно заниматься привлечением новых клиентов необходимо правильно их удерживать чтобы не сливать рекламные бюджеты и чтобы от рекламных бюджетов получать просто по максимуму чтобы клиента не только привлечь на одну покупку а чтобы клиент покупал вас снова и снова и всю жизнь вашего бизнеса поэтому первоочередным вопросом всегда в бизнесе необходимо заниматься именно правильным удержанием клиентом а потом вторым вопросом уже когда вы это построите на эту стратегию уже начинаете привлекать активно новых клиентов начинаем с определением необходимо понять что такое действительности программа лояльности программа лояльности это комплекс инструментов для развития повторных продаж существующим клиентам то есть мы должны вооружиться какими-то инструментами чтобы повышать вероятность того чтобы клиент после первого своего посещения захотел к нам вернуться повторно то есть у задачи у программа лояльности действительности две первое это удержание клиентов до чтобы повышать вероятность его повторной покупки а второе оказывается почему-то для многих бизнесов это является сюрпризом что программа лояльности так как мы говорим про повторной продажи она должна помогать еще и вернуть клиента то есть если даже клиент не доволен вашей компании и он не намерен к вам возвращаться то программа лояльности вам должна помогать и возвращать этого клиента то есть вторая задача здесь акцентирую акцентирую на ней внимание потому что большинство программа лояльности бизнеса вторая задача вообще никаким образом не закрывается а мы будем сейчас ее закрывать теперь что необходимо понимать самое главное основное такая красные линии этого вебинара бонусные и скидочные системы не являются программа лояльности то есть действительности клиенты возвращаются к вам не ради скидок и бонусов то есть это прямо я снова подчеркну что это красной линии что бонус нас тем нужно вещи называть своими именами бонусные скидочные системы есть просто бонусные скидочные системы они не являются программами лояльности. Вот это является, ну, как бы, некоторые компании называют, ну, как бы, эти понятия, они как бы объединяют, что, типа, бонусная система, это есть программа лояльности, но это совершенно не так. Не так, это по той причине, что ради бонусов и скидок не возвращаются клиенты. Почему? Да потому что скидку дают все, бонусы дают все, это сегодня клиенты не уделят бонусами и скидки, то есть ваши конкуренты, в том числе, готовы давать клиенту скидку, если он готов к ним вернуться. Другие компании все дают бонусы, то есть сегодня внедрение бонусной системы не является чем-то особенным в бизнесе, поэтому это не является конкурентным преимуществом. Я думаю, у вас в жизни есть компании, там, любимый ресторан, любимый магазин, любимый салон красоты, в которой нету там бонусной карты, но вы все равно туда приходите, вы все равно приходите в этот ресторан, потому что там вкусно, классно, интерьер классный, официанты классно обслуживают, поэтому в основе программы лояльности и лояльности клиента всегда лежит высокое качество сервиса, услуг и товаров. При этом здесь последовательность этих слов я выбрал именно так, то что в первую очередь только ради высокого качества сервиса клиенты возвращаются. Поэтому, ну, программа лояльности в первую очередь должна понимать именно качество вашего сервиса. То есть, к тому же, вот здесь я пометил звездочкой о том, что бонусы могут возвращать клиентов, но только в том случае, если у клиента этих бонусов много. Ну, например, я там смотрю свой телефон, и у меня там тысяча бонусов в какой-то ресторан. И тогда, да, я понимаю о том, что, о, почему бы мне туда не прийти? Это довольно большая скидка получится. То есть я там почти что там средний чек 2000 рублей, я почти что получу 50% скидки, просто сходив туда и перекусив. Но, как правило, после первого, второго и третьего посещения клиентов у клиентов мало бонусов. Поэтому там с каждого посещения они получают 5% бонусами или 10% бонусами. Поэтому эти бонусы никаким образом не влияют на фактор возвращаемости. То есть клиент там накопил 50 бонусов, и он не поступает таким образом, что типа, ого, у меня целых 50 бонусов, я точно должен прийти в этот магазин или я точно должен прийти в этот ресторан. Нет, клиенты не так поступают. Клиенты, особенно с первых своих посещений, они смотрят исключительно на качество сервиса услуг. Теперь давайте запомним эту информацию о том, что бонусы не влияют на возвращаемость клиентов. Но они влияют, но только когда их много. Но понятно, что нам клиентов нужно удерживать, начиная уже с первой покупки. И получается вот такая, знаете, печальная тема того, что многие клиенты так и уходят от вас и никогда не вернутся, имея при этом вашу бонусную карту. И вы даже не узнаете, почему. И это является самой главной проблемой. Проблема заключается в том, что от вас клиенты уходят, и вы не знаете, почему. И бонусная карта здесь вас никак не спасет. Не спасает. Да, вы можете кому угодно раздавать эти бонусные карты, но они никак не повлияют на возвращаемость. Теперь, как же начинать распутывать этот кулбок? Необходимо начать с правильных вопросов. То есть так как клиент возвращается ради качества услуг и сервиса, это является фундаментальным правилом, то нам надо задаться вопросом, как понимать, что качество сервиса понравилось клиенту, и он готов вернуться, даже если клиент к вам пришел первый раз. Понятно, что здесь ответом является это собрать обратную связь. И теперь следующий вопрос, как ее собирать? Давайте обратим внимание на те инструменты, как обычно собирают обратную связь предприниматели. Мы их называем, как неправильно собирать обратную связь. Первый, самый популярный ответ от предпринимателей, как они собирают обратную связь, это сотрудники спрашивают. То есть у меня персонал, у меня кассир спрашивает, понравилось ли все клиенту. Либо в ресторанном бизнесе официант спрашивает, понравилось ли все клиенту. Но здесь есть несколько проблем. Первое, клиенты не договаривают, потому что они не готовы человеку быть хейтерами, негативщиками. То есть в глаза клиент вживую обычно не говорит всю правду матку, проще говоря. Он не договаривает, либо он вообще не делится обратной связью. Либо в некоторых случаях он понимает, что этот вопрос является всего лишь формальностью. Ну то есть официант к нам приходит во время обеда и спрашивает, вам все понравилось? И мы такие, да, нормально. Но при этом в голове у нас совершенно другие мысли. Мы при этом думаем, что нам там фисташковый чизкейк не понравился, нам не понравилось вот это блюдо, то блюдо, нам не понравилось, как вот этот мастер себя повел, или что я это сказал и так далее. Но мы скандалить не хотим. Мы как бы все окей, все нормально, никаких проблем, потому что клиенты не понимают, зачем они должны делиться обратной связью. Сегодня мы живем в мире высокой конкурентности. То есть если мне не понравился этот ресторан, зачем мне там скандалить? Я пойду и начну ходить в другой ресторан, там, где мне понравится. Поэтому это никаким образом не побуждает клиентов раскрываться и начинать говорить обратную связь. Второй момент. Сотрудники не доносят владельцу информацию. То есть если я скажу о том, что роллы были невкусные, какая вероятность того, что официант пойдет и донесет эту информацию повару или тем более владельцу. Вообще нулевая. Он просто об этом забудет, потому что у него другая работа, у него другие мысли вообще в процессе работы. И если накосячил сам сотрудник, то он никогда не расскажет об этом владельцу. Я думаю, трудно себе представить, что сотрудник накосячил, и он придет к владельцу и скажет, слушай, я так плохо обслуживаю, сделай с этим что-нибудь, я так больше не могу. То есть понятно, что если сотрудники спрашивают, то вы не получите негативные отзывы именно о самих сотрудниках. А это большая проблема, потому что сотрудники могут косячить и желательно об этом знать. Обзвоны книг, отзывы или email. Неэффективный способ обратной связи, потому что если вы будете делать обзвоны клиентов, то вы попадете в то же самое, что и первая причина. То есть клиенты не хотят раскрываться. Я уже не говорю про то, что клиенты по телефону не хотят время тратить, ну, на звонки по телефону. То есть если мне позвонит ресторан, которым я вчера посетил, и скажет, вам все у нас в ресторане понравилось, я даже не пойму этот звонок, я не пойму, зачем он мне. Я скажу, мне некогда, у меня работа, мне некогда там делиться с вами обратной связью. Ну, либо я им расскажу что-то поверхностное из серии, да, было все нормально. К тому же, да, опять-таки, менеджеры должны доносить, те, кто делает обзвоны, должны доносить это владельцу, и здесь опять информация искажается, либо она вообще теряется. Теперь, есть некоторые системы, где там у людей просят, типа, если у вас есть обратная связь, напишите нам ее на e-mail, либо позвоните на этот номер телефона 8800, и как бы поделитесь обратной связью. Такая тема тоже не работает, потому что клиентам это нафиг не нужно. Они не хотят тратить свое время, что-то куда-то писать, куда-то лазить. Теперь, через соцсети. Хороший способ сбора обратной связи, он как минимум, чем хорош, что он откровенен. То есть люди в интернете откровенны, то есть они готовы, да, если отзыв там негатив, так они берут и пишут этот негатив в интернете, прямо там в Google отзывах или в TripAdvisor. Если им там все понравилось, да, они тоже пишут об этом в интернете. В чем здесь проблема? Что этой обратной связи просто мало. То есть клиентам опять нужно перейти на Facebook, либо перейти на Google отзывы, перейти на Яндекс, и там написать отзывы. Обычно там клиенты пишут отзывы, это те, которых вообще вскипятили. Что я имею в виду? Либо они им очень не понравилось, и они готовы разорвать ваш бизнес, прямо хотят вам отомстить, поэтому они идут и пишут, где найдут, да, там в Google отзывах пишут. Либо клиент, ну, прям кайфанул от вашего сервиса, прям в восторге, и тогда он идет и пишет отзыв. То есть пиковые эмоциональные значения, да. Но это плохо, потому что нам нужно и посередине знать. Если клиенту чуточку что-то не понравилось, нам бы тоже желательно как бизнес об этом знать, что именно не понравилось. К тому же здесь проблема еще заключается в следующем. То есть если клиент пишет негативный отзыв, то это снижает репутацию вашей компании. Ну, сотрудник накосячил, такое бывает, а клиент взял и все, высказал отзыв и все. Ну, то есть выпустил пар на публичное обозрение, и это тоже такая является определенной проблемой. Теперь, какие мы здесь можем сделать выводы? Для клиента, чтобы правильно, так как у нас в основе программы лояльности лежит качество сервиса услуг, и мы его должны понимать, а чтобы мы его понимали, нам необходимо правильно собирать обратную связь, то по сбору обратной связи мы можем сделать следующие выводы. Для клиента должно быть просто оставить обратную связь, как в приложении такси. То есть такси лучше всех собирает обратную связь, потому что все очень просто. Клиент съездил на такси, посредине экрана телефона появляется окошко «Оцените обслуживание», и клиент ставит звездочки, ну, может, пишет комментарий, может, не пишет, тут уже зависит от лени клиента. Система должна провоцировать клиента оставить обратную связь. Опять-таки вспоминаем приложение такси. То есть приложение такси провоцирует вас оставить, то есть она просто берет и выпуливает вам окно посреди телефона, типа «Оставь обратную связь». И понятно, что это сбор обратной связи, он, во-первых, является правдивым, потому что клиент ставит правду в звездах, ему нет смысла врать, ему нет смысла вместо трех звезд поставить пять, в этом нет никакого длина связи, поэтому он откровенно ставит столько, сколько считает нужным. И к тому же это очень просто, то есть не надо куда-то заходить в социальные сети, не надо переходить на страницу Google в браузер, и так далее, и там оставлять обратную связь. То есть взял и в телефоне шлепнул обратную связь. Все очень просто. Вбор обратной связи должен быть при каждом посещении клиента. То есть нельзя так, что клиент пришел к нам один раз, мы его спросили обратную связь, он от нас кайфанул, ему все нравится, и все, значит, всю жизнь клиент будет от нас кайфовать. Это не так. У клиента мнения меняются. И клиенты, бывает, ходят в один ресторан, а потом берут и уходят из этого ресторана, потому что что-то им перестало нравиться. То есть настроение и мнение клиентов меняются, поэтому мерить обратную связь, мерить настроение клиента необходимо при каждой покупке. Это лучше делать через мобильное приложение. Почему? Потому что только в мобильном приложении можно реализовать вот такую функцию. Мы как бы айтишники с опытом, поэтому мы знаем о том, что других нормальных инструментов, для этого в более эффективных инструментах, их нет. В мобильном приложении, то есть надо делать как такси. То есть клиент совершил покупку, и, соответственно, у него вышло окно. Здесь возникает вопрос. Вот она как бы программа лояльности, причем здесь бонусы, где в итоге у нас будут бонусы. А бонусы в действительности, в программе лояльности нужны для того, чтобы клиент хотел скачать приложение и оставить нам обратную связь. То есть мы клиенту подходим и говорим простой речевой скрипт. Например, акцент подходит или в салоне красоты администратор говорит о том, что вы хотите получить скидку 100 рублей, вы хотите получить скидку 50 рублей. Клиент говорит, да, хочу. Скачайте приложение. Клиент скачивает приложение, видит свои бонусы, так называемый вступительный бонус, и он может их потратить, получив свою скидку, либо их копить. Кстати, большинство клиентов, если довольны вашим сервисом, они будут копить бонусы, а не тратить их. Это такой подтвержденный в нашей практике факт. Так вот, вот это и есть бонусы. Это некий проводник клиента, то есть мотивация клиенту оставить обратную связь. То есть мы это даем ему бонусы ради того, чтобы он скачал приложение и оставил нам обратную связь. То есть не по причине того, что вот он накопил бонусы, значит, он к нам точно вернется. Теперь клиент скачал приложение, он там решил тратить или копить бонусы, неважно, нам уже как бизнесу непринципиально, но клиент оставляет оценку за обслуживание. И вот это то, что нам нужно знать. И эта оценка за обслуживание падает непосредственно владельцу бизнеса. В чем здесь плюсы? Первое, мы собрали обратную связь. Второе, если клиент сильно недоволен, он поставит вам одну звезду, но он выпустит здесь же пар в комментариях и не пойдет об этом писать во всякие Google отзывы и так далее. И это для нас тоже большой кайф, большой палец вверх, хорошо, потому что клиенты не начнут выпускать пар на публичное обозрение, а просто оставит обратную связь вовнутрь, владелец это увидит, ага, все понятно, и, соответственно, будет уже по этой обратной связи работать. Это тоже такое некое второе преимущество таких систем. Теперь, что тогда, получается, не является программами лояльности? Поставим на них определенный крест. Пластиковые карты, бонусные и скидочные системы не являются программами лояльности. То есть там, где нет обратной связи, система автоматизированного сбора обратной связи, все это не является программами лояльности, потому что обратная связь является фундаментальным фактором программы лояльности, фундаментальным функционалом. Пластиковые карты, бонусные и скидочные системы не являются программами лояльности. Почему? Потому что обратную связь с пластиковой картой вы никак не соберете. Вот клиент с пластиковой картой пришел. И, кстати, здесь даже проблема. Он даже не знает, сколько там бонусов. Помните, я вам говорил о том, что клиента возвращают бонусы, когда он знает, что их много. Но когда у него на руках пластиковая карта, он нифига не знает, сколько там бонусов. Поэтому он никогда не примет решение, что я ради такого количества бонусов готов вернуться. Поэтому пластик сразу до свидания. Корзину. E-wallet, Apple-wallet, сейчас это довольно много этого в интернете. Тоже не являются программами лояльности. Знаете, это те же яйца, только в профиль. То есть то же самое, как пластик, только электронная карта. В принципе, они себя так и позиционируют. Они говорят, не надо пластик делать, давайте сделаем электронную карту. Да, там есть какие-то пуш-уведомления, но этого функционала недостаточно, потому что не закрывается задача обратной связи. То есть у таких систем нету сбора обратной связи. То есть Apple-wallet и e-wallet – это всего лишь те же карты, только в электронном виде. Но от этого мы говорим те же яйца, только в профиль. Бонусы по номеру телефона – это, знаете, это вот магазин Collins есть, например, довольно знаменитый магазин. Там у них бонусная система по номеру телефона. Назвал номер телефона, тебе накопились бонусы. Ну, это тоже самый пластик, просто пластик не надо таскать с собой, а просто вместо пластика как бы говоришь свой номер телефона. Тоже проблема – нету обратной связи. И вторая проблема – клиент не знает, сколько там бонусов. То есть вот я накопил, например, в Collins'е, сделал покупку, мне типа начислили туда бонусы, но я даже не знаю, сколько их там, я даже не знаю, как проверить свой бонусный счет. И это проблема. И следующий момент – кэшбэк-сервисы. Тоже не является программой лояльности. Кэшбэк-сервисы – это когда я накопил бонусы, например, там в салоне красоты, а потратил в автомойке. То есть бонусы могут ходить между бизнесами, как угодно. И это не является программой лояльности. Правильная программа лояльности тоже… Нам же нужно, чтобы клиент к нам вернулся. Поэтому правильная программа лояльности – это где я накопил бонусы, там только и могу потратить. Накопил их в ресторане, в ресторане только и могу потратить. Хорошо. Все. Приходим теперь к итогу. Набравшись всей информации, мы теперь можем назвать, что же действительно является программой лояльности. Программой лояльности является в первую очередь эта система по сбору обратной связи. То есть правильная формула программы лояльности – это бонусы плюс обратная связь, плюс реакция на обратную связь. Бонусы в этом случае нам нужны, некий посредник в коммуникации с клиентом. То есть я об этом говорил ранее, о том, что бонусы нужны нам, чтобы клиент скачал приложение. То есть тем самым мы входим в некую коммуникацию с клиентом. То есть мы внедряемся в телефон клиента для того, чтобы с ним в дальнейшем общаться, собрать с него обратную связь и, ну, понятно, в дальнейшем общаться, отправлять пуш-ведомления и так далее. Что же за реакция на обратную связь? То есть если у нас есть система, и вот здесь мы отвечаем на вопрос, каким образом программа лояльности помогает еще возвращать клиентов, тех, кто недоволен нашим сервисом и не готовы возвращаться. То есть клиент пришел к нам, мы ему говорим, скачай приложение, получи скидку 100 рублей, он качает приложение, оставляет нам обратную связь, три звезды, говорит, плохо. Мы как водительцы понимаем эту информацию, ага, три звезды клиенту что-то не понравилось, перезваниваем клиенту и говорим, слушайте, а что вам не понравилось? И вот на такой целевой звонок клиенты, они хорошо раскрываются, они говорят, слушайте, да у вас там вообще там официант нагрубил или кассир нагрубил и так далее. Ну, то есть клиент раскроется. Вы говорите, слушайте, а давайте я вам дам 300 бонусов. Как думаете, это складит впечатление и вы нам дадите второй шанс? И клиент говорит, да, почему бы нет, 300 бонусов это уже круто и уже заради там 300 рублей скидки уже в принципе там можно и вернуться, да? И все, и таким образом мы клиента возвращаем. То есть видите, программа Loist, она действительно помогает возвращать клиентов, потому что исходя из обратной связи мы понимаем уже кому позвонить и что с этим делать. Какие пункты в программе Loist? Автоматический сбор обратной связи, это number one, он просто. Клиент должен видеть бонусы. Вот про то, что я говорю. Если вы хотите, чтобы клиент принимал решение от накопленных бонусов вернуться к вам или нет, то он должен их где-то видеть. Эту тему реализовывает в мобильном приложении. Гибкая бонусная система. То есть хорошая бонусная система там, где клиент может накопить бонусы не только за покупки. Он может накопить бонусы за рекомендации, отзывы в агрегаторах, определенный средний чек, клиент там поучаствовал у вас в конкурсе и так далее. И тем самым у него много возможностей накопить бонусы. Зачем вам это нужно? Во-первых, он делает те действия, которые вам нужны от клиента. То есть если вы хотите повысить средний чек, вы говорите, давай, окей, я тебе дам овербонус, если у тебя будет определенный средний чек. Клиент повышает свой средний чек, получает свой овербонус, вам хорошо, вы заработали больше денег, и клиенту хорошо, он накопил больше бонусов. И теперь в этом случае клиент может накопить бонусы быстрее и быстрее принять решение о том, чтобы к вам вернуться на основании уже накопленных бонусов. То есть здесь получается такой хороший взаимообмен. Ну и понятно, на возвращаемость клиентов в том числе и работает контакт с клиентами. То есть оповещение клиентов. С днем рождения. Вы должны знать клиента о день рождения и поздравлять его с днем рождения. А мобильное приложение это знает. Вот почему еще мобильное приложение. С другими праздниками 8 марта, 23 февраля и за это тоже дарите бонусы. Клиентам это приятно. Приятно внимания, что вы им дарите и подарки и, соответственно, их поздравляете. Ну, понятно, и там новые товары, услуги. Можно отправлять различные пуш-оведомления. Пуш-оведомления доступны только в мобильном приложении и, что классно, они бесплатные. И статусы клиентов. То есть у клиентов должно быть понимание, как ваша бонусная система, она какие еще дает привилегии. Ну, например, клиент там у вас постоянным, либо он сделал у вас много рекомендаций, он получает VIP-статус или какую-то серебряную карту. И вы должны таким клиентам делать определенные, ну, статусным клиентам должны делать определенные акции, чтобы подчеркивать их статус. Ну, например, вы говорите, вы знаете, вот как билеты на самолет делают же, они говорят, только закрытые распродажи, только для там S7 priority, там, серебряного статуса, да, получают это уведомление. У вас должно быть что-то подобное, что типа мы там, у нас салон красоты, мы зовем там тренера по тому, как правильно делать там глаза, но мы приглашаем только клиентов от статуса там серебряный. Или мы, у нас сегодня званный вечер, мы приглашаем клиентов только от статуса такого-то. Это нужно, чтобы подчеркивать этот статус и чтобы клиенты другие тоже хотели к нему стремиться. Идем дальше. Что еще дает мобильное приложение? Почему я на этом подчеркиваю внимание? Потому что мобильное приложение это не только бонусная система и программа лояльности. Программа, в мобильном приложении можно сделать электронное меню, интернет-магазин, можно показать все условия бонусной программы и так далее. То есть крупные бренды, крупные ритейлеры делают себе мобильное приложение, потому что оно безграничное по функционалу. То есть это, знаете, если вы свой бизнес планируете на года, в долгое год, то вам нужно мобильное приложение, потому что оно безграничное по функционалу и в дальнейшем все больше и больше инструментов будете внедрять в мобильные приложения для работы со своими клиентами. Хорошо. Почему приложение агрегатор? Здесь очень важный момент. Делать свое приложение, либо вступить в какое-то готовое решение и быть в агрегаторе. Вот UDS, какими мы, ну, мы разработчики UDS, мы делаем приложение агрегатор. Почему? То есть мы не начали делать каждому отдельное приложение, каждому бизнесу. Мы делаем агрегатор по той причине, что агрегатор усиливает контакт с клиентом. Каким образом? То есть агрегаторы легко скачивают. То есть вы говорите, скачай приложение UDS, и клиент думает, о, UDS, это означает, что там не только я там в кафе-мороженка буду ходить и копить там бонусы, но еще буду пользоваться и в других компаниях. То есть вы можете заметить, в вашем телефоне некоторые приложения являются агрегаторами. Это Booking, Airbnb, Aviosales и так далее. То есть вы же не качаете приложение там компании авиаперевозчика S7. Нет, вы скачали Aviosales, потому что, ну, агрегаторы, они приносят нам больше пользы. Поэтому, исходя из этой логики, ну, агрегаторы легко скачивают. К тому же клиент мог скачать приложение уже не у вас. Ну, то есть там в другой компании, в автомойку сошел, скачал приложение, оно у него на руках, он пришел к вам в ресторан, а у него уже есть. Ему даже качать ничего не надо, ему всего лишь нужно получить вашу карту и начать копить бонусы уже в вашей компании. То есть это агрегатор, в котором каждой компании своя программа лояльности. У каждой компании свои условия и каждая компания по-своему настроена. То есть Booking – это агрегатор отелей, и каждый отель, он индивидуален со своими условиями, со своим номерным фондом. А UDS – это как бы программа лояльности, и у каждого свои условия, у каждого свое мобильное приложение, но оно все в агрегаторе. Если даже, вот здесь главная причина, если даже клиент перестал к вам ходить в бизнес, то он приложение все равно не удалит, он все равно продолжит им пользоваться, потому что он пользуется им в других компаниях, а это означает, что вы все равно можете клиенту отправлять пуш-уведомления, потому что приложение на руках. И вы ему отправляете там, дорогой друг, ты с нами давно не был, не забудь нас посетить и так далее, и поздравлять его с днем рождения. И клиент на основе этого может принять решение вернуться к вам. И в агрегаторах можно делать кросс-маркетинг, что тоже прекрасно. То есть вы можете коллаборироваться с другими компаниями в агрегаторе и помогать друг друга, привлекать клиентов. У нас для этого есть даже определенный функционал. Хорошо, я завершаю. Я уже говорил, сделал небольшую презентацию UDS. UDS, как я уже говорю, мы разработчики UDS, комплекс инструмента для работы с клиентами. Там много чего есть, помимо программы лояльности, о которой мы сегодня говорили. Там можно сделать и интернет-магазин, и платформа для кросс-маркетинга. Все уже готово. То есть не нужно придумывать велосипед. Все уже готово, просто берите и пользуйтесь. Поступайте просто уже с готовым решением. Последние аргументы, почему UDS? Потому что это готовое решение. Говорил, что приложение-агрегатор, недорогая абонентская плата. То есть сегодня иметь весь этот функционал действительно недорого, от двух с половиной тысяч рублей. Можно себе это позволить. Ну, от 30 долларов. И, возможно, приобрести профессиональное сопровождение. Это тоже важно, потому что я понимаю, что у вас нет времени, либо вы никогда с такими инструментами не работали. Поэтому вы всегда можете нанять себе специалиста. Знаете, когда Инстаграм надо раскачать, нанимаете SMM-менеджера. А вот в данном случае то же самое. И вам нужно раскачать вам программу лояльности. Ну, и нанимаете специалиста, и он вам все это сделает по науке. И продукт всегда развивается. То есть мы всегда держим нос по ветру и держимся в тренде. У меня на этом все. Большое спасибо. Подписывайтесь на этот канал. Еще раз я напомню о том, что на этом канале будет размещена запись этого вебинара. И в том числе на этом канале будет размещена и слайды презентации. То есть презентацию мы сразу туда зальем, чтобы вы могли ее перечитать, пересмотреть. Или можете использовать в каких-то своих целях. Проходите по прикрепленным ссылке в этом вебинаре. У меня на этом все. Большое спасибо. Спасибо. Я останавливаюсь запись. И перейдем к вопрос-ответ. К рубрике «Вопрос и ответ». Все. Зайдем.